Ассаламу алейкум, брат. Ответь, пожалуйста, почему до сих пор ни один из алимов сунистского течения не принял твой вызов? Ну, хотя бы насчёт того вопроса «Любейт» или «Сунна». Почему наши оппоненты так в грубой форме игнорируют твои призывы о дискуссии и продолжают дальше, уткнувшись головой в песок, оскорблять шиитов? Не проще ли было им принять твой вызов и разбить одним разом все твои старания, и более того, переманить на свою сторону целую аудиторию твоих сторонников? Как говорят, открыть глаза, показать истину заблудшим. После словия ждём этого с нетерпением от наших братьев. Их поведение и модель их поведения совершенно понятна. И совершенно понятно, что то, что они избегают дискуссии, связано с их беспомощностью, с осознанием того, что они свои взгляды, свою точку зрения никоим образом доказать не могут. И даже более того, проблема многих, не только наших оппонентов, и среди нас таких много, проблема многих заключается в том, что мы забываем или же не обращаем внимания, или вовсе не знаем, что все свои убеждения, все свои взгляды необходимо основывать на доводах и доказательствах, на аргументах. Сам Всевышний в священном Коране говорит, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Поэтому если вы что-то утверждаете, если вы что-то исповедуете, что-то тем более проповедуете, пропагандируете, то будьте добры, имейте на это веские основания, доводы и доказательства, которые могут выдержать любую критику. Но такого качества у многих из нас нет. В том числе у наших оппонентов нет. Они верят во всё, что попало, без разбора, не задумываясь о том, что здесь необходимо иметь довод и доказательства, необходимо иметь основания. И как следствие, когда сталкиваются с нами, с людьми, которые требуют у них аргументы, требуют у них доводы и доказательства, они чувствуют беспомощность и бегут сломя голову.